Всем привет! Сегодня у меня настал наконец-то этот день, когда я снимаю видео о скетчбуке. И давайте я вам его уже покажу, потому что мне самой не терпится начать. Первый разворот, ну ничего особенного, просто мои любимые цветы, которые я обожаю рисовать. Скетчбук я, кстати, начала 12 августа вечером. Не знаю, зачем я это написала, но ладно. Ну, дальше у нас идут тоже цветочные лайны, которые мне захотелось оригинально покрасить, и получилось слишком оригинально. Треугольники, модно, ну ладно, мне нравится. Дальше недоделанная работа. Здесь такой злобный кролик, который освещает ромашки своим взглядом красных глаз. Не знаю, я его не совсем доделала, потому что я как-то в нем немножко разочаровалась, но, может быть, все еще впереди. Дальше у нас опять цветы, много цветов. Это, кстати, рисунок, который я сделала два года назад. Я приклеила его сюда просто потому, что у меня просвечивали маркеры с той страницы, и, как вы видите, за два года ничего не изменилось. Здесь я пока ничего не придумала, поэтому мы сделаем вот так, и посмотрим на вот эти астры. Посмотрели, да? А вот здесь достаточно неплохие подсолнухи, мне они, в принципе, нравятся, но не очень удачный пример гуманизации. Кто не знает, гуманизация это такой прием, когда ты рисуешь что-нибудь, там, цветок или какое-то явление в виде человека. Ну, в общем, у меня получилось не очень, не знаю, надо бы это закончить. Дальше, о, вот эта идея в 3 часа ночи казалась мне гениальной и очень оригинальной. Знаете, здесь типа рассвета, здесь ночь, но в итоге вот эту сторону я так и не доделала, потому что я в ней разочаровалась. Но если ее закрыть, то вот эта мне, в принципе, нравится, и не только мне. Дальше очень много всего незаконченного. И, да, последнее, что я вам покажу сегодня, уже последнее, это вот эти вот листочки. В общем, это была такая попытка реализма. Не знаю, чего я от них хотела, но того, чего хотела, не получила, и поэтому пока не доделала. И на самом деле у меня есть еще один скетчбук. Он большой и квадратный, и такой же, как предыдущий, но больше. И на первом же развороте у меня совы. Да, в этом скетчбуке я помешалась на таком противостоянии похожих непохожестей. Как бы полярная сова и неполярная сова, и просьба корнитологам не закидывать меня камнями, потому что я не разбираюсь в совах. Дальше я эту тему развила немножко по-другому. Здесь вот такой тигр с печальным взглядом. Посмотрите на его морду, его как будто немножко побили. Ну ладно. Дальше лев. Он мне нравится чуть-чуть больше и чуть-чуть меньше одновременно. Не знаю, как это объяснить. Но, в общем, вот так. И последнее, что я вам покажу сегодня, это вот такая вот киса. Это снежный барс, а это не снежный и не барс. Но, наверное, это конец вот этой серии, которую я вам показала. И что будет дальше, я пока не знаю. Но спасибо, что посмотрели. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok